Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Мне будет еще больше приятнее, если ты подпишешься на мой канал. Иди сюда, я сказал! О! Баба-мужик! И ананас. 100% натуральный продукт. Ты ответишь, что это натуральный продукт? Настроение просто пушка. А все почему? Наконец-то мы решили вопрос о стиральной машине. И все. Мы поменяли. Взяли другую стиралку. Тоже подержанная, но уже поновее. Я немного доплатила. От LG. Сегодня утром мне двоюродный брат сказал, говорит, лучше все поменяем. Даже если они предложат тебе починить и дать, лучше будет, если взять другую. Я так и сделала. Мы проверили там. Нормальная стиральная машина. Такая же белая. Многие в комментариях пишут, зачем тебе подержанная? Возьми новую. Ребят, неужели вы не понимаете, что все упирается в деньги? Новая. Дороже. А я эту квартиру собираюсь сдавать. Главное, чтобы стирала. Вот у нас дома стиральная машина. Ей, наверное, лет 20. Она от Bosch, правда, очень дорогая была в то время. Ну, до сих пор никаких нареканий. Все отлично работает. Стирает хорошо. Я когда и квартиру покупала, некоторые так вот говорят, интересно, да? Пишут в комментариях, возьми новую. Зачем тебе подержанная? Холодильник супер работает. Некоторые интересовались, почем я буду сдавать квартиру. Я так поузнавала, где, что, почем. Попросила риэлтора оценить мою квартиру. Он сказал 350 монат. Легко можно сдать. Во-первых, огромный плюс, что очень близко к метро. Во-вторых, квартира не пустая. Поэтому 350 монат у нас нормально. Понятное дело, что это прям не центр. То есть это не прям самый центр. Ну, и неплохое место расположения для квартиры. Но где-то, наверное, месяц. Я хочу сама пожить в этой квартире. Возможно, если мне понравится, я буду сама там одна жить. Я еще точно не решила, что я буду делать, как я буду делать. Пока что я все покупаю, все делаю под квартиросъемщиков. Хочу обязательно заключить договор. Пусть даже я заплачу там налоги эти все. Но пусть будет все это как положено. И в случае сего я смогу кому-то что-то предъявить. потихоньку закончим с квартирой и все в деревню. Ну, блин, я так обрадовалась, когда они сказали, что можно поменять. Приходите, выбирайте другую стиралку. Думаю, отвезем. Эту привезем. Я такая, ес. Ура. Пойдем выбирать, я говорю, мамочки. Пошли еще мебель выбирать. Такая очень тупая ситуация произошла. Мы зашли в магазин мебели и сказали, что хотим самый бюджетный вариант. Собираемся сдавать квартиру. И вот для этого нам нужен спальный гарнитур. И она показывает нам вариант, который я видела в других магазинах намного дешевле, чем предлагают нам. И она такая посмотрела на меня и говорит, это минимум. Дешевле этого вы нигде не найдете. Можете в эту шару даже не ходить, не искать. Солнечный удар еще будет. Я так посмотрела. Мне хотелось сказать, я похожа на дурочку. Скажи честно, я похожа на дурочку. Солнечным ударом мы как-нибудь разберемся. Не переживай. Вкусно. Это не шаурма. Это буррица. Обожаю. В общем, тот спальный гарнитур, который мы хотели, его уже продали. И, к сожалению, нету в наличии. Вообще, я заметила, на протяжении всей своей жизни, когда мне что-то нравится, это обязательно все раскупают и снимают с производства. С этим спальным гарнитуром то же самое. его сняли с производства. сейчас бы на море. после того, как купила купальник, ни разу не была на море, прикиньте. у мамы комплексы по поводу лишнего веса. сейчас подруги, кто куда разъехался. я помню один раз в детстве еще, мы с соседями скинулись. Мы с соседями скинулись, купили надувной бассейн. И он был достаточно такой большой, высокий, где-то, наверное, полметра высотой. Стоил недорого. заполнили его водой. Он стоял у соседей. Мы приходили там, купались просто. Был кайф. Потом папа так подумал, говорит, а почему бы не смастерить бассейн самостоятельно? И как вы думаете, что он придумал? Я была мелкая. И он такой взял бочку пластмассовую. Она просто лежала у нас во дворе. Заполнил водой. Оставил на солнышке. Спустя где-то полтора часа вода стала тепленькая. И папа просто поместил меня в эту бочку. Я там плескалась. Вы знаете, я не совсем мелкая была. Мне, наверное, лет 10 была. А потом мой брат, у него в голове возникла идея. Оказывается, у этой бочки есть крышка, которая очень плотно вот так вот закрывает бочку. Возможно, вы здесь тоже видели такие синие бочки пластмассовые или пластиковые. Сверху черная такая крышка, которая вот так закручивается. И получается, брат придумал идею. Взял эту бочку, перетащил на конец огорода. Заполнил водой. Я даже спросила, почему ты поменял место бочки? Он говорит, здесь солнышко лучше светит, быстрее вода нагреется. А я-то поверила дурочкам. В общем, когда вода уже нагрелась, я такая делала купальник, иду. И что, я пошла купаться. Потом пришел мой братик. Очень оперативно закрыл крышку. У меня была паника. Что делать? Сейчас закончится кислород. Что я буду делать дальше? То есть в бочке вода где-то вот так вот мне. Там была вообще вода где-то пополовине. Но когда я погружалась в бочку, она поднималась где-то до сюда. Но учитывая тот момент, что просто так выбить крышку не получится, скорее, наверное, я перевернусь. Я никак не оказывала сопротивления, просто кричала. Помогите! Помогите! Мама! Папа! А братик пошел с родителями смотреть фильмы. Я просто ждала и надеялась, что кто-то меня услышит. То есть я понимала, что если я буду рыпаться, нечаянно опрокину бочку, я могу задохнуться легко. Поэтому я просто стояла как столб и ждала. А после этого случая я не ногой в эту бочку. Потом пришел братик, после того, как посмотрел фильм, съел все чипсы, которые были дома и говорит, ну что, жива еще. Я поела. Буррито были очень вкусные. Спасибо вам огромное, что досмотрели это видео до конца. До свидания.